С целью улучшения социальной защищенности граждан Республика и с учетом обращений граждан Советом Министров было принято постановление от 21 июня 2019 года номер 360-19, в котором утвержден порядок организации выплаты и доставки пенсий и иных пенсионных выплат на территории Луганской Народной Республики. Далее порядок и он вступил в силу с 1 июля 2019 года. Выплата и доставка пенсии в соответствии с настоящим порядком осуществляется гражданам Луганской Народной Республики, которые зарегистрированы на территории Республики, иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые находятся на территории Республики на законных основаниях и которым назначена выплачивается пенсия органами Пенсионного фонда. В целях настоящего порядка принято, что гражданами Луганской Народной Республики являются граждане Украины, место проживания которых по состоянию на 12 мая 2014 года было зарегистрировано на территории Республики, а также все лица, которым в соответствии с законодательством Республики был выдан паспортный документ, удостоверяющий личность физического лица, проживающего на территории Луганской Народной Республики. Выплата пенсии лицам, которые выехали на постоянное место проживания за пределы Республики, не осуществляется. Для выплаты пенсии пенсионер обращается в органы Пенсионного фонда с заявлением в соответствии с настоящим порядком, лично или через своего представителя. Обращаю ваше внимание, что ранее лица, достигшие возраста 16 лет, вправе были лично получать причитающиеся им пенсионные выплаты. Согласно требований нового порядка, в интересах несовершеннолетнего лица в органы Пенсионного фонда обращается его законный представитель, обычно это один из родителей, либо опекун. Кроме того, согласно новому порядку, увеличена сумма единоразовой выплаты пособия на погребение умершего получателя пенсии лицу, которая обратилась за получением соответствующей выплаты в орган Пенсионного фонда по месту нахождения пенсионного дела. Если факт смерти был зарегистрирован после 1 октября 2016 года и по 30 июня 2019 года включительно, сумма выплаты 5 тысяч рублей. Факт смерти, если получателя пенсии был зарегистрирован после 1 июля 2019 года, то сумма выплаты единоразовой пособия на погребение составит 5500 российских рублей. С 1 января 2020 года эта сумма увеличится до 6000 российских рублей. Сумма пенсии, причитающаяся получателю пенсии и не выплаченная ему в месяце смерти, это недополученная пенсия, выплачивается по месяц смерти включительно, зарегистрированным по одному адресу с умершим пенсионером членом семьи, это муж, жена, родители, дети, а также его нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали они совместно с умершим пенсионером или нет. То есть у нас появляется понятие нетрудоспособные иждивенцы. Это дети умершего получателя пенсии в возрасте до 18 лет или старше этого возраста, если они являются инвалидами, а также муж, жена или родители умершего получателя пенсии, которые достигли возраста мужчина 60 лет, а женщина 55 лет, или являются инвалидами. Допустим, если умер получатель пенсии муж, да, и жена, она старше возраста 55 лет, то в таком случае мы не будем обращать внимание на регистрацию совместную их местопроживания. Вышеуказанные лица вправе в течение 4 месяцев, а ранее было 6 месяцев. Теперь в течение 4 месяцев они имеют право, со дня смерти получателя пенсии, отчитываются эти 4 месяца, обратиться в органы пенсионного фонда для получения суммы недополученной пенсии. Если они не обратились в этот срок, 4 месяца со дня смерти получателя пенсии, то тогда эта сумма включается в состав наследства. Кроме того, согласно новому порядку, значительно увеличен срок, в течение которого пенсия не будет приостанавливаться в случае необращения за ее получением или отсутствия расходных операций по банковскому счету. Именно этот срок увеличен с 2 месяцев, был ранее до 6 месяцев. Возобновление выплаты пенсии, как и раньше, будет осуществляться с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель обратился с заявлением в органы пенсионного фонда. Хочу всем напомнить, если что-то непонятно, много новой информации в этом месяце, вы всегда можете получить консультации по телефону наших горячих линий. Это 203-25, 203-24, 359-67 и 202-40.